Арендная плата за пользование муниципальным фондом для представителей малого и среднего бизнеса в следующем году увеличена не будет. Это позволит предпринимателям более твердо встать на ноги после экономического кризиса. Такое решение сегодня на очередном заседании приняли депутаты Волгоградской городской думы. Слово Станислава Лопатину. Последствия экономического кризиса Волгоград переживает до сих пор. В областном центре и сейчас банкротится предприятие. На ряде производств сокращаются рабочие места. Тяжело приходится малому и среднему бизнесу. Многие предприниматели просто отказываются от дальнейшей деятельности и закрывают свои маленькие офисы и помещения, для которых арендовали у муниципалитета. В поддержку тем, кто еще держится на плаву и продолжает работать, профильный комитет Волгоградской городской думы разработал проект решения. Его суть в том, что базовая величина стоимости строительства одного квадратного метра на 2011 год, а именно эта цифра является основой для расчета величины аренды муниципальных площадей, останется неизменной. На сегодняшний момент в городе Волгограде, да и во всем мире и в России наблюдаются кризисные явления. И поднимать арендную плату и ухудшать таким образом условия для предпринимателей, на наш взгляд, является нецелесообразным. Поэтому необходимо поддерживать предпринимателя, необходимо как минимум не увеличивать арендную плату, а наоборот содействовать в помощи и в оказании всяческими мерами поддержки малого и среднего бизнеса. На голосование этот вопрос был одобрен. Таким образом, базовая величина стоимости строительства одного квадратного метра, от которой ведется расчет аренды в муниципальных помещениях, останется на уровне прошлого года – 13 328 рублей. Стоит отметить, что уже третий год волгоградские депутаты принимают решение не увеличивать параметры, от которых зависят суммы арендных платежей для предпринимателей. А вот чего изменения все же коснутся, так это система уплаты налогов. И связано это с поправками в федеральном законодательстве. Прежде всего, речь идет об изменениях порядка и сроков уплаты земельного налога и предоставлении деклараций. Налог на имущество физических лиц, налог на земельный налог переносится теперь, если раньше налогоплательщики платили его в текущем году, когда пользовались, то теперь вот, допустим, за 11 год налог будет платиться в течение 12 года. То есть это для наших налогоплательщиков положительный момент. Однако приведение местных законов в соответствии с федеральными обернется потерями для бюджета Волгограда. В 2011 году городская казна областного центра может недополучить почти 200 миллионов рублей. В связи с этим депутаты планируют подготовить обращение к региональному парламенту с просьбой компенсировать Волгограду потерянные таким образом средства. Станислав Лопатин, Елена Мурмилова, Александр Шушин, телекомпания «Ахтуба». Продолжение следует...